С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульяновская. Губернатор проинспектировал ряд строительных площадок. На это ушло несколько часов. Особенно главу округа удивило то, что возведение некоторых объектов идет с опережением графика. Подвели, правда, дороги, в частности в старом аэропорту и микрорайоне авиаторов. Там транспортные артерии не могут ввести в эксплуатацию уже несколько лет. Всему виной разногласия между подрядчиком и заказчиком. Игорь Кошин потребовал, чтобы все работы были закончены в срок и пригрозил персональной ответственностью за срыв контрактов. Подробности далее. Оценить темпы строительных работ глава региона Игорь Кошин решил сразу на 18 объектах. Начал со старого аэропорта. Многострадальная дорога на улице Российская ввести в эксплуатацию должны были еще несколько лет назад. Однако при строительстве подрядчик на Ринмарское ДРСУ всякий раз допускал отступление от проекта. Сейчас, например, у заказчика объекта, городминистрации, претензии к качеству бетона, на котором держится бордюрный камень. Дорожники уже приступили к работам над ошибками. Игорь Кошин поинтересовался, есть ли у мэрии официальное заключение независимой экспертизы. За меры производили сотрудники МКУ, правильно? Сотрудники МКУ в присутствии. Тут ходила целая история. Если был человек под обвинением, есть независимая экспертиза, что бетон не соответствует нормам? Ну, либо да, либо нет. Все, пойдемте дальше. Ну, пока нет. Руководитель ДРСУ Владимир Низев уверен, бетон качественный и менять его не нужно, как этого требует заказчик. А потому Игорь Кошин попросил представителей городминистрации в ближайшее время провести независимую экспертизу. Тем самым официально подтвердить, что бетон действительно плохой и не соответствует необходимым требованиям. Еще раз объясняю. У него структура... Александр Васильевич, давайте про структуры, давайте, пусть там спорят теоретики. История какая? Если вы считаете, что бетон не соответствует нормам, дайте мне акт независимой экспертизы. Ну, я считаю, что у нас документы, которые мы составили, они как бы имеются, да? Вы можете собирать своих специалистов, составлять с ними все, что угодно. Игорь Николаевич, мне отдайте, пожалуйста, акт. Вот послушайте, я объяснил, я еще раз объясню. Сейчас вот они забивают кубики, стандартные кубики, те, которые положены. И вот они по ним подтвердят, какая у них марка. В прошлом году кубиков никто не забивал, и как бы подбор состава бетона не осуществлялся. У меня нет оснований не доверять нашим специалистам. Поэтому дайте мне акт независимой экспертизы, понимаете? Здесь же затронули еще одну больную для региона тему. Земли для многодетных семей. Администрация города в свое время не сумела в этом микрорайоне подготовить 77 участков. Оправдывая, специалисты мэрии заявили, что работы были не выполнены из-за неподтвержденных запасов песка. Округ деньги выделил, город разыграл, пришел подрядчик, который не имел подтвержденных запасов, необходимых грунтов. Тем не менее, состоялся аукцион, у вас был ли конкурс? Состоялся аукцион, пришел подрядчик, объем работы выполнить не смог. Причина удовлетворительная, неудовлетворительная и второй вопрос. По факту работы не выполнены. По факту здесь нет сегодня 77 участков. Подготовить земельные участки теперь предстоит округу. При этом деньги, которые выделялись администрации Наринмара, частично уже потрачены. Следующий объект – дорога на Тельвиску. Игорю Кошину доложили, часть готового полотна необходимо демонтировать. Под асфальтом совершенно случайно был обнаружен высоковольтный кабель. В проектной документации пятилетней давности он не отмечен. Стали коммуникации проверять, которые у нас были на чертеже. И оказалось, что идут непонятный кабель, да еще в дороге несколько звездов. Все промолчали это. Проект давно уже сделан, пять лет назад. Впрочем, главу региона это не удивило. В то время, когда разрабатывался проект, полномочия по дорогам исполняла Архангельская область. Соответственно, всю документацию на объект готовили специалисты из столицы Поморья. Чертежи наносились на бумагу, по всей вероятности, дистанционно, без выезда на место. Изыскания, скорее всего, тоже не проводились. Для чего мы централизовали полномочия? Я просто вынужден еще раз, абсолютно верно, Александр Васильевич, 95-й закон. Потому что только централизация нам позволит заказывать проекты, в том числе и дорог, не маленькими кусочками, а потом лепить с них мозаику, не найдя ни крайних, ни виноватых, а иметь общий проект развития нашего города с общими коммуникациями, с общими дорогами, чтобы потом в полотне дороги не находить кабеля под напряжением непонятные, чтобы потом не находить колодцы, которых не должно было быть. Почему дорога там изменила направление? Ну, там, да, колодцы. В колодцы вдруг оказались колодцы, да? Чтобы у нас так не получалось, что тротуар у нас сразу проходит на выходе из гаража. Было у нас такое? Чтобы у нас не получалось, что дорога, которую мы в прошлом году строили, вдруг оказалось, проходит по детской площадке. Это вопрос не только городу. Это вопрос проектирования в принципе. Игорь Кошин напомнил, вовремя заключенный договор о возвращении полномочий из Архангельской области позволил округу получить свою строчку в федеральном бюджете. В этом году из российской казны удастся привлечь почти 900 миллионов рублей на дорожную и градостроительную деятельность. Активно помогают региону и недропользователи. На прошлой неделе компания «Русит Петра» объявила о том, что готова выделить 30 миллионов рублей на возведение детского сада в микрорайоне авиаторов. Его строительство, к слову, уже идет полным ходом. Подрядчиком выступает Краснодарское СМО. Сейчас ведутся работы по забивке свай. Дальше подрядчик приступит к устройству монолитной плиты. Все материалы, цемент, арматура на данный вид работ имеются. С начала июля будут начаты работы по доставке панелей с города Архангельска. Все работы будут завершены не позднее августа 2017 года. Проинспектировал глава региона и ход строительства жилого фонда. Этот дом возводит компания «ВМ-Инвест». Многие квартиры уже раскуплены. Собственники – участники окружной программы. Ипотека под 5%. Мы все время говорим, что округ у нас особая территория. Мы все привыкли строить и жить исключительно на доходах окружного бюджета. Сегодня мы должны активно внедрять в том числе и рыночные механизмы. И как раз таки 5% ипотека была рассчитана прежде всего для того, чтобы помочь застройщикам сформировать рынок жилья. Почему там нет льготных категорий населения в 5% ипотеке? Там самое главное, даже не количество собственности, которые есть в наличии, там самое главное, чтобы банк одобрил кредит. Здесь по плану строится 24-квартирный дом из конструкции ЛСТК. Здесь остальные 2 дома, 14-квартирный и 42-квартирный, тоже планировалось по поводу ЛСТК. Но с учетом того, что спроса нет под ипотечные кредиты. Сейчас мы перепланируем проекты под строительство из Монолита. Срок ввода в эксплуатацию по декларации у нас декабрь 2017 года. Всех трех домов? Всех трех домов. А это уже улица Тыковылка. И хотя дом еще не построен, кстати, работы ведутся с опережением графика, большинство квартир тоже раскуплены, остальные забронированы. Это значит, 5% ипотека в регионе среди населения становится все популярнее. Осматривая объект, Игорь Кошин поинтересовался, сколько здесь трудоустроено местных специалистов. Оказалось, что из 15 каменщиков половина приезжие. Причина основная в том, что наши не хотят работать на... На издельную оплату. Понятно. Не хотят норму выполнять. То есть не хотят выполнять норму? Просто элементарную норму, которую установлены. Так, тогда у меня вопрос. Сколько каменщик получает в месяц при выполнении нормы? Ну, у нас средняя... Больше 50 тысяч получает. Больше 50 тысяч. Это совершенно точно. Совершенно точно. Да. При выполнении нормы, которую мы положим. При выполнении нормы, которая положена. Проблема безработицы – это не только проблема власти, но это проблема все-таки и каждого жителя, у кого сегодня работы нет. Либо она есть, но не устраивает. Всегда есть два пути. Либо надо идти и трудиться, либо ждать у моря погоды. Осмотрел Игорь Кошин и будущий гостиничный комплекс на улице Рыбников. Его возводит на Рейнмар Стройинвест. Заказчик объединенный авиаотряд. По сути, это будущее малосемейное общежитие для сотрудников авиапредприятия. В каждом номере будет отдельный санузел и своя кухня. Стоимость контракта – всего 99 миллионов рублей. Из оснований все по плану? Ну, стараемся по плану, по графику. То, что у нас... С опережением даже. Мы, по идее, должны сдать этот объект в следующем году. Поэтому мы хотим, в этом планируем. Планы стоят на это. Вести в эксплуатацию данное здание. В целом, тем, как в регионе идет возведение социально значимых объектов, Игорь Кошин остался доволен. Главное, по его словам, чтобы все работы были завершены в срок. Ведь деньги из окружного бюджета на счета строителей поступают без задержек. Что касается дорог в старом аэропорту и микрорайоне авиаторов, то этим летом, как сказал глава региона, они непременно должны быть запущены в эксплуатацию. Строить один объект по несколько лет просто недопустимо. Олег Хатанзейский, Сергей Качугов, Телеканал Север.